Передвигаемся одинаково и в силу того, что сейчас идет телевизионный проект, у меня литниковый период дети, соответственно, тренировки, немножко мы там задержались с ребенком одни. Ну, кстати, я так понимаю, что это как раз наша сегодняшняя общая тема, что делать с детьми, как их увлечь, вообще, что делать с педагогикой. Смотрите, давайте мы так поставим нашу беседу, потому что я, конечно, не лектор, чтобы тут вам читать педагогические какие-то штуки, я с удовольствием поговорю, расскажу. Ну, мне интереснее, конечно, вообще ответить на ваши какие-то вопросы, которые вас волнуют. Может быть, вопросы, конечно, базовые, касающиеся уроков физкультуры, педагогики и так далее, и вообще, как в жизни, как что происходит. Наверное, сейчас самым таким важным вопросом является мотивация, мотивация к тому, чтобы что-то делать. Так вот, вообще можно взять общую такую тему лекции, потому что никто ничего не хочет делать. А в силу того, что еще мы все увлечены гаджетами и прочими вещами, и виртуально все стали чемпионами, в реальности вообще не существуем. И вот, наверное, к поиску мотивации такой мы можем прийти вместе с вами в процессе нашей дискуссии. Я бы, конечно, хотел, чтобы у нас была такая обратная связь, потому что, ну, когда ты говоришь просто, ну, все тебя отслушали, ты не до конца понимаешь. А в том ли ты говоришь, что вы хотите слушать, то ли я говорю, что вам действительно интересно, и то, что имеете на какой-то КПД, а не просто послушали друг друга, ну, там, пофотографировали с кем-то, может, после, и вроде как бы поставили себе галочку, что отбросили фотографию в Инстаграм. Да, это все хорошо, но это все вторично. Все-таки главное, ради чего мы сегодня, вы потратили свое время, я рванул сюда, чтобы мы что-то с этой встречи вынесли, причем и я, и вы. Это тоже очень важно, потому что, слушая вас и отвечая на ваш вопрос, я тоже веду внутренний анализ, как что происходило. Поэтому давайте вы сейчас подумайте пока, темы, которые вас волнуют, я вас немножко введу в курс дела, потому что времена меняются, и, ну, что мне казалось, там какой-то определенной данностью, может, уже совсем таким не является. Поэтому немножко о себе любимом, что вообще я представляю из себя. Я бывший спортсмен, когда-то действительно бывший, это страшное слово, но, в общем-то, и хорошее, потому что я не фанат спорта. Занимался фигурным катанием, добился почти всего, почему почти, потому что не стал олимпийским чемпионом. Но спортивная карьера достаточно такая насыщенная. Завершил ее относительно рано, там, в 29 лет, в общем, это достаточно рано для танцев на льду. Сейчас, конечно, когда мы говорим о женском одиночном катании, когда девочки бедные уже там в 19 должны заканчивать, ну, в общем, где-то так. Был чемпионом Европы, мира, серебряный приз в Олимпийских играх, как я говорил. После чего я решил вернуться в Россию. Тренировался я в Соединенных Штатах Америки 10 лет вместе с Ириной Лобачевой, поэтому можно об этом поговорить, об Америке. Вернулся сюда, потому что я считаю, что здесь гораздо больше возможностей для того, чтобы себя реализовать. И не сразу, но постепенно пришел к идее своего ледового шоу. И дальше в этом году мы празднуем 15 лет успеха. Такое 15 лет того, что было сделано. Сделано действительно очень много, объективно. И в области ледового гала-шоу, в области театра на льду, в области телевизионных проектов. 13 сезонов я отработал уже телевизионных проектов протяженностью каждой по полгода. Таким образом у нас получается, что 6 лет я практически весь год, 6 лет вообще на экранах телевизора идут мои проекты. В общем, много всего. Последнее, наверное, если говорить про студия, такой моей победы, это открытие, церемонии открытия и закрытия универсиады в Красноярске. Это очень большое, знаковое событие. И я являюсь режиссером церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которая была в Москве, когда Руби Вильямс всем показывал жесты. В общем, это оттуда. Но я их не ставил ему, это его импровизация была. Также церемония открытия чемпионата мира по хоккею в Москве. В общем, очень много событий. Это тоже особый жанр, об этом тоже можем поговорить. Ну и, как я понял, одна из тем, это физкультура, уроки физкультуры и так далее. Как замотивировать, как вообще, что на них сделать. Мне сложно вообще. Это был единственный мой любимый урок, если честно, в школе. Поэтому я не понял, почему на него надо мотивировать. Но давайте об этом тоже с удовольствием поговорим. Я отвечу. Ну, кто-нибудь набрался смелости, чтобы что-нибудь хотя бы дежурное спросить, кто отвел меня заниматься? Ну, наверное, я сразу все-таки спрошу. Илья, подскажи, пожалуйста, вот сейчас физическая культура, предмет, который у нас в общеобразовательных школах. И ребята, старшеклассники, ну, мягко сказать, немотивированы. Они устают от нашей классической системы, но, может быть, на ваш взгляд, какие-то видоизменения должны быть в уроке физкультуры, должны какие-то новые слова, появиться, может, термины в предмете физической культуры, чтобы обычный школьник, будущий студент и будущий, как говорится, преподаватель уже с интересом приходил на эти занятия. Возможно, да, вот эти классические слова, которые появились, колонетика, пилатес, упражнения, которые, те же самые же растяжка, да, образно говоря, в наше время, когда мы этим занимались. Вот сейчас они в уроке могут присутствовать с новыми словами? Как вы думаете? И вот в вашем, как бы, тренировочном процессе, вот с ребятами, вы используете? Ну, если говорить про термины, я точно вряд ли вам сейчас здесь отвечу. Я думаю, что в данной ситуации, наверное, самое важное – это создать очень правильную атмосферу, потому что я базируюсь только на своем опыте. И, поминая физкультуру, всегда есть те, кому в кайф заниматься этим, потому что у ребят хорошее подтянутое тело, им есть что показать, есть идея перед девчонками подтягиваться, солнышко покрутить. И им не нужны никакие, в общем-то, терминологии и сказать, что сейчас мы там крафтингом позанимаемся, еще что-нибудь там покидаем. Он с удовольствием будет крутить это солнышко. А есть тот, который комплексует, и он будет избегать этого. То же самое касается девушек, да. Тут, наверное, форма спортивная, да. Кто-то считает, что он несовершенен по фигуре и так далее. И начинает тоже писать все время какие-то, искать бумажки, которыми сбегают и прикрываются с уроков физкультуры. Здесь, мне кажется, очень важно от педагога создать вот эту атмосферу, что, ребята, мы просто все увлечены. Мы идем в каком-то одном направлении, все время поддерживая, особенно тех ребят, которые вот как бы чувствуют себя неуютно во время таких уроков. Потому что, когда вот там идет вопрос знаний, когда мы все прикрыты, физкультура, она немножко обнажает в данной ситуации человека. Ну и, конечно, о чем вы правильно говорите, делать это актуально и модно. Да, вот это новые терминологии, это, в общем-то, делает, что это такая типа модная тенденция. Давайте мы все вместе. Физкультура еще по себе, знаешь, всегда увлекает соревновательностью. Такая легкая соревновательная форма, игровая, она тоже всегда подстегивает ребят заниматься этой историей. Но мне кажется, что в данной ситуации, опять же, все-таки от учителя больше всего зависит неформальный подход. Потому что если подход немножко формален, сдал, не сдал, пробежал, не пробежал, то люди не подключаются. Если ты и сам занимаешься, сам одеваешься, сам проводишь разминку, а не просто ходишь там секундомером, сам, не боясь, показал какие-то вещи, это прекрасно сразу создает ту правильную атмосферу, которая должна быть на таких мероприятиях, на таких уроках. Да. Здравствуйте, Ле. Такой вопрос, в принципе, такой глобальный. В целом, если взять по практике, дети сейчас очень, немножко другие в плане спорта, отстают, как говорится. И, в принципе, приходя на урок физкультуру, с ними очень сложно, да, но, в принципе, сложности у нас нет. Мы все равно добиваемся каких-то результатов. Но, в целом, ваше мнение, откуда эта сложность пришла вообще у детей, нет, в принципе, да, никакой мотивации даже изначально. Ну, она, эта тема, она глобальная сейчас в данный момент. Просто интересно, откуда это все пришло. Раньше такого не было, да, в принципе. Мне тоже интересно, знаете, это прям, вот, интерес один и тот же, потому что, в общем, я это прохожу на своем сыне, ему 15 лет как раз, и он, в общем, очень спортивный парень, при том, что мы с сыном живем вдвоем, то есть мы такие прям, больше даже не отец-сын, мы такой друг, два друга, все вместе, какие-то вещи делаем. Но я основную проблему видел и вижу, вот я уже пробросил эту историю про гаджетовую историю. Они все виртуально очень крутые. Они вот там сидят и прямо вот он там доску крутит, там, вправо-влево на скейтборде, например. То есть нет желания что-то сделать. Причем это происходит не только на уроке физкультуры. Мы также едем, я стараюсь вам показывать, как можно больше стран, там, куда-то. Там, там, последний поезд, мы полетели в Сингапур, да. Я, который видел, в общем, все уже страны, сто раз я сижу, и все равно у меня вот так вот. Я говорю, тыркаю, я говорю, смотри. А он смотрит сюда. А, да, крова. Все. И, не знаешь, хочется встряхнуть за плечи, взять, сказать, очнись. Ну, и дальше начинается наша любимая песня. Вот мы были не такие, да. Вот вы сейчас это тоже сказали. Что ж такое происходит? Вот я стараюсь хотя бы эту песню не заводить, потому что эта песня точно в тупик уведет. Потому что, ну, нам мы тоже, наши родители нам рассказывали, что вы уперлись в телевизоры. Когда там, сейчас, слава богу, уже телевизор это как бы такой на втором плане. Хотя iPad это просто переносные телевизоры, если честно. Объективно. Я думаю, что просто мы сами, нам самим легче. Ну, вы еще не родители, все и молодые. Дать ребенку эту штучку, и пусть не трогает. И заниматься своими делами. И здесь то же самое. Если ты до него чуть-чуть больше, надо просто делать движений, чтобы его достать. Вот ему перепробовали по кругу миллион видов спорта. А в итоге вот он выбрал скейтборд, и, ну, прям реально увлечен, он увлекся доской, он сидит в зале, по пять, по шесть часов сам катается. Он, мне кажется, уже расшибается, но он все равно идет. Вот поймал эту историю, вот ему надо этот трюк доделать. И вот он его этот трюк будет выкатывать. Но для этого надо было найти, пройти и футбол, и теннис, и хоккей, и все, где он все время чувствовал себя неловко и неуютно. То есть нужен более точечный, отвечая на вопрос, такой более точечный, наверное, подход. Все-таки действительно сейчас возможностей очень много, а когда возможностей много, люди ленятся. Спорт – это все-таки физическая нагрузка, и никто не хочет особо нагружаться. Ну, сложно. Это такой вопрос риторический, можем сутками с вами рассуждать, что с этим делать. Илья, можно мне два вопроса. Роман Комаров, ученый-секретарь МГПУ. Вы знаете, у вас есть такой удивительный талант. Во всех ваших постановках очень мощно выражена эстетическая компонента. Причем я вот, ну, было время так тоже следил, и мне очень нравилось, что вы не повторяли себя. То есть каждый раз еще находились очень оригинальные решения. Я просто психолог по образованию, и я прекрасно понимаю, что вот эстетическое чувство, оно хоть и развивается, но его нельзя поставить как навык некий. Вот отсюда первый вопрос. Что вы в своей биографии делали, чтобы развить в себе это качество, и, соответственно, как вы его поддерживаете? Это, значит, одна сторона. А второй вопрос, он такой для психологов, кто занимается вопросами творчества, очень важен. Мы знаем, что для развития таланта таким системообразующим фактором является наличие наставника. Вот если можно, расскажите немножко, у вас же тоже был свой наставник, да, и есть, и, может быть, в чем специфика наставнических отношений? Ну, понятно, что передача там знаний, навыков – это не самое интересное, да? То есть что в межличностных отношениях, в чувствах? Может быть, какие-то есть фишки, которыми вы готовы поделиться? Спасибо большое. Очень красивый, сложный, такие два вопроса. Пока второй задавали, я первый забыл. Нет, нет, я помню. Но просто вы так красиво излагаете, я точно на вашем фоне должен сидеть паузу. Спасибо за вопрос, особенно за первый, потому что действительно, вы, как психолог, это действительно очень четко заметили. Для меня это просто маниакальная история, болезнь повтора. И я мучаю себя, мучаю всех, как продюсер в проекте, принимая такие условные решения, что там не запрещено брать музыку, которая играла в прошлом году. Запрещено просто вот как данность использовать те же образы и так далее. Я ищу разные обвинения себе, подарил себе такую, сделал шапочку, здесь написал слово «штамп». И когда я понимаю, что я ничего не могу придумать, новую завязку какую-то для ледникового периода, но всегда шапочками, здесь я одеваю шапочку, тут мне написано «штамп». Я говорю, ну так, подошли сюда, значит, вы разбежались и быстро подбежались друг к другу. То есть ненавижу эту шапку, но она у меня всегда здесь. Сейчас мы ее, правда, переименовали с моим, с режиссером, хореографом Сталином Масникуем. Как раз вот слово «15 лет успеха». Ну, то есть 15 лет мы действительно работаем, и теперь оно называется «Мы смотрим друг на друга». Понимаем, что мы уже идем в повторе какого-то события, смотрим, говорю, ну, 15 лет успеха, что делать? Типа, никуда не денешься. Но вы правы, должно все время меняться, и менялись правила в ледниковом периоде, менялась история. Почему? Мне было тесно в номерах, я пошел в спектакли. Мне тесно в детских спектаклях, потому что, ну, детский зритель, он немножко другой. Я толкнул себя во взрослую историю. Мне стало тесно на льду, ну, то есть со льдом все понятно. Я бросил себя вот в универсиаду, где сделал всю церемонию на полу, и вот футбол, то есть безо льда. То есть у меня сейчас фетиш доказать всем, что я могу без коньков что-то сделать. Ну, это внутреннее, это, наверное, внутреннее состояние, но от какой-то точки опоры. И внутреннее неинтересно повторяться. Ну, вот прям вот неинтересно. Это даже еще со спорта было. Это такое, опять же, к психологам, да. Вот ты выиграл чемпионат мира, молодец. А вот уже там двукратный, трехкратный, четырехкратный. Что ты копишь уже эти титулы? Они тебе что-то дадут? Ну, смысл в них, накопление этих. Ты взял эту вершину, иди дальше. Я понимаю, что сейчас тут миллион выйдет, ребята начнут меня бить. Ты просто выиграть ничего не мог скажешь по этому. Но смысла в четырехкратности нет. Ты выиграл и три года потерял. Потому что все равно, рано или поздно, ты закончишь, и будет новый чемпион мира. Вот если можно было выигрывать, чтобы так на тебе чемпионаты мира закончились. Это еще мечта спортсмена, чтобы после него объявили, что все. И ты навсегда. Но так не бывает. Что касается наставника. Если брать историю спорта, моей спортивной карьеры, то у меня отношения с наставником и с тренером все-таки были немножко другие. Не товарищеские, не то, что мы отдавай вместе развивать образ. Это все-таки такой образ дрессировщик и его животное, подопытное. Ну, объективно. И дрессировщик – это тренер, который должен все время тебя, не знаю, как тигра, колет чем-то, а ты на это реагируешь. Потом второй раз, когда он тебя колет, ты уже меньше реагируешь. Потому что у тебя уже есть броня против этой истории. И он еще сильнее тебя колет. И вот эта вот как бы пресловутая история, что вот тренеры, они так вот всех давят там и так далее. Это все не случайно. Потому что тренер должен из тебя вытянуть максимум. Вот он должен вытянуть этот резерв из тебя. Тренер, в общем, решает свою задачу. И это нормально. Тренер решает задачу стать великим тренером. Ты используешь его желание стать великим тренером, что он из тебя вытягивает стать великим спортсменом. Иногда это совпадает, и вы друг другу дарите букеты цветов и говорите, что все круто. Иногда не совпадает. Тогда тренер начинает на фоне другого становиться великим тренером, а ты идешь лечить ноги, руки. Несостоявшуюся историю. История с наставником – это такой фильм о Брюс Ли, наверное. Какой-то там учитель и сенсей, и они там вместе. Вот я с таким не сталкивался. И вот сейчас, когда я работаю с детьми, со всеми маленькими детишками, которые приходят с чудовищными пробелами в каком-то таком образовании. То есть стоит перед тобой абсолютно талантливый ребенок. Вот в теле глаза горят. Ну прям хорошие дети, чистые, души и всего остального. И я говорю, давайте мы сейчас будем делать фильм «Артист». Ну образ из кинофильма «Артист». Наверное, многие смотрели его. Это образ из немого кино. И вот мы сейчас будем с вами делать. Они слушают меня. Я говорю, вы же знаете, что такое немое кино? И они, это девочки 11, мальчику 13. Образовленные дети, занимаются танцами на льду. Это такие все прям. Они хлопают глазами и говорят, нет, мы не знаем, что такое немое кино. Вы знаете, это, я еще раз говорю, и я их веду, я показываю, опять там мы видео смотрим. И вот эти пробелы, вот, наверное, как наставник, там, ты начинаешь, ну, я не знаю, девочки, мальчик ставит номер, и я ему говорю, ты вот, человек, как будто играешь на виолончели. Мальчику 11 лет. Я говорю, ты видел вообще, как играет на виолончели? Он говорит, нет. Нет. Ну, я ему показываю, как это, что это между ног ставится инструмент. Это безумие. Я уж не говорю, там, когда я пытался девочке объяснить, что такое фильм «Доктор Желага». Ну, это ладно уже. И вот роль моя, как наставника, вот в этом проекте я начал чувствовать, что мы начинаем с каких-то таких базовых вещей. То есть, опять же, вопрос тренера. Их учат прыгать, и хочет там скакать, и хочет делать. Но у нас имя наставника, оно, конечно, должно быть. Но вот если совсем окончательно, вот у меня в жизни нет такого человека, которому я могла бы позвонить и просто вот сказать вот так. И он мне скажет, ну, ладно, приезжай. Вот так. Только сам с собой разговариваешь все время, сам с собой и себе что-то отвечаешь. Ну, ищите наставников. Это, в принципе, красивая история. Девушка вот хотела. Спасибо. Забыл, что хотела сказать. Нет, нет, я помню. Вы правильно говорите, что нужно создавать условия для детей. Но сейчас в нашей стране очень яро продвигается инклюзивное образование. То есть все дети с различными потребностями должны уметь учиться вместе, работать вместе. Вот как вы считаете, на уроке физической культуры какие вот средства мотивации и вообще как нам сделать урок физкультуры лучше, интереснее для детей различных потребностей? Вот, как и с особыми потребностями и для детей здоровых. Как нам сделать урок интереснее? Ну, это очень сложный вопрос, потому что действительно я, как я уже начал говорить, всегда есть те, у кого все получается очень быстро. Если ты их начинаешь выделять, то они становятся такой золотой кастой. И, соответственно, у всех остальных вообще пропадает желание что-то делать. Они начинают искать историю. Я думаю, что так как весь урок невозможно дифференцировать и пойти одним за ним прессе качать, другим подтягиваться, третьим бегать и четвертое. Я думаю, что, ну, вот мне кажется, что, во-первых, очень важно самому с ними заниматься. Это прям вот очень важно. Потому что когда все вместе, это очень объединяет. Второе, больше уделять внимание не тем, у кого все прям получается, а больше уделять внимание тем, у кого не совсем все получается. Не вычеркивать их из этого общего числа, чтобы не получилось так, что вот самое там противное. Вот посмотрите, как Сережа бегает. Вот посмотрите. Мне кажется, это ошибочная история. Потому что, ну, посмотрели, как Сережа бегает. Ну, пусть все бегает. Все, а я не буду бегать. Я такой. Это же очень быстро ставится, этот барьер, и все. Ну, да. А то вот сейчас вот опять возвращается. Такой способ защиты. Ну, я такой. Все, ты не знаешь, как пробить вот эту стену. Ну, я опять возируюсь там больше на сыне. Все, бам, нет. Вот здесь очень важно, чтобы поддержка. Все хотят быть, чтобы их похвалили, все хотят, чтобы были. Ну, и искать интересные локации еще, мне кажется, насколько это возможно. Может быть, действительно, сейчас, как вы говорите, но в городе, например, очень много различных локаций, которые, вот я по себе помню, что я очень любил, когда мы выходили куда-то за пределы школы, если это возможно, там во дворе, везде воркраут всегда можно найти. И это будет совсем по-другому. Можно как-то вовлечь ребят, что давайте кто-то там предложит, а пойдем вот туда, куда предложил там человек, который особенно не спортивный. Вот какое-то такое может быть. Вот главное вовлекать в общую историю, мне кажется. Можно еще один? Давай. Как вы считаете, инклюзивное образование в нашей стране, оно вообще как продуктивно для всех детей? Потому что дети с особыми потребностями, они требуют больше внимания. И детям, которые здоровые, им сложно работать вместе. Потому что кто-то усваивает лучше, кто-то усваивает хуже. Естественно, из-за этого страдает сам урок. Потому что надо найти подход не только таким детям, но и детям, которым нужны особые потребности в этом уроке. Ну, как бы особое внимание. Как вы считаете, оно эффективно, вот это инклюзивное образование? Это очень сложный вопрос, да. Потому что, с одной стороны, можно отойти, да, абсолютно правы. Потому что действительно от ней вынуждены где-то тормозить, и вот возникает. Но, с другой стороны, вычеркивать из социума людей с ограниченными возможностями и сразу им ставить какую-то другую жизнь, сразу им чертить этот круг, мне кажется, все-таки неправильным. Давайте будем стараться искать варианты, вот как-то соединить. И, в общем-то, в этом есть и важная роль того, что люди, которым просто повезло больше, да, просто повезло от рождения, мы не заслужили это кому-то чуть меньше повезло, кому-то больше повезло. Они тоже должны уметь принимать этих людей, быть с ними, поддерживать их. Там есть еще такие человеческие вещи, которые важно растить. Если про меня, то я больше все-таки попытаться за то, чтобы все были вместе. Я понимаю, что если мы за голые очки секунды, то для команды, наверное, это хуже. Но они здесь не так важны. Поэтому боритесь. Это сложнее, но надо. То есть вы считаете, чтобы дети... Должны быть вместе. Да, я тоже с вами согласна полностью. Спасибо. Вопрос нет? Хороший вопрос. Еще один вопрос тогда, и к вам перехожу. Илья, вот такой вопрос нам просили задать. Такие виды спорта, как художественная гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание, есть музыка. Вы чувствуете музыку, вы задаете темп, движение и так далее. Скажите, пожалуйста, в уроке физической культуры, если будет включаться музыка, как будут реагировать дети, как вы думаете? Потому что вот вы в проекте уже с детьми участвовали. То есть в категории у вас действительно там как бы начальная подготовка. Поэтому как будут чувствовать школьники в уроке физической культуры вот это направление? Классическая музыка, понятно, там ритм и так далее. Будет ли урок эффективен, эмоционален и интересен? Вы знаете, вот... Вот я почему говорю, что такие встречи, они... О, ты счастлив. Я не знаю, что Леша. Такие встречи важны, интересны. Они и мне интересны, потому что тоже я беру очень хорошие идеи по поводу музыкальности. Я не думаю, что, конечно, там место классической музыки или какого-нибудь релакс. Немножко в другое это место унесет. Но битовая музыка, музыка, которая дает ритм, например, вот я только сейчас понял, что, например, в том же зале у меня, если видите, Мартина, идет такое сквозное линии, где ребята все время играют музыка. То есть они все время тренируются и все время... Конечно, кто-то в наушниках, iPods и так далее, но музыка звучит все время. Мне кажется, что этот ритм музыкальный, он дает единое дыхание. И это очень хорошая история, чем вот в тишине... Так вот, важно подобрать эту музыку, чтобы она там не раздражалась сильно, да, там не слишком тяжелая и не слишком... Но музыкальная история, она... это очень хорошая идея. Это прям... У меня вообще, если брать про творчество, все рождается от музыки. Я ничего не могу придумать, пока я не увидел, не услышал, ну или увидел, услышал музыкальную композицию. Только когда музыка появилась, она тебя повела куда-то. Но музыка, она, во-первых, разряжает, она снимает вот этот, ну, барьер. И это очень здорово, это точно нужно делать. То есть идеи, которые зарождаются у вас там в большом количестве уже как бы шоу, получается, что начинаются с музыки. Только с музыки, да. То есть мы понимаем, что неплохо бы инновационным подходом было, чтобы в урок физической культуры входила музыка. Но музыка... Элементы, хорошо. Музыкальность, музыка, это гармония, понимаете? В музыке же во всей есть своя гармония. Это гармония человека, да. Мы находим в музыке свой тот баланс. Притом это же разное настроение. Мне бывают там песни, от которой я могу ее потом слушать, там, не знаю, чудовищное количество раз. Потом я от нее, слава богу, избавляюсь. Потом я ее вдруг слушаю, думаю, боже, от чего мне так нравилось. Что-то вообще кошмар какой-то, да. Потому что мы как-то меняемся, развиваемся. Но в тот момент я просто сходила с ума, у нее рисовалась история. И музыка это то, что действительно все время должно быть фоном. Даже если бы сейчас играла бы музыка, нам было бы легче общаться с вами. Прорывать этот барьер. Барьер. Я не понимаю, какой рейтой музыки даже было бы быть. Но мне кажется, было бы чуть даже проще. Сейчас такой бах. Та-да-дам. Та-да-да-дам. Да, слушаю. Здравствуйте, Илья. Светлана, пресс-служба МГПУ. У нас есть подписчики, которые активно участвуют, несмотря на их отсутствие. Вот один из вопросов. Что вы думаете о фигурном катании сегодня и о четверных прыжках девушек? Такое хорошее у нас студенчество. Молодцы. Что я думаю о фигурном катании сегодня? Ну, мы действительно очень такой... В общем, на самом деле, все достаточно логично. Сейчас такой немножко развернутый вопрос. Дело в том, что сейчас... Тут у нас, конечно, больше все-таки девушек в аудитории. Ну, вы так сильно меня не обижаетесь. Но объективно девушки, если брать фигурном катании, они немножко, избегая слова, отстают, они чуть позже приходят к сложным прыжкам, нежели мальчики. Это, в принципе, нормально. Во всех видах спорта немножко есть разделение. И женский хоккей чуть слабее, чем мужской. Но это не говорит о том, что, например, волейбол... Мне, например, вообще нравится смотреть. И баскетбол больше женский. Там больше драйва и больше энергии и так далее. Такие виды, как художественная гимнастика или синхронная плавание, о чем вы говорили. Вообще чисто женские виды спорта. Так вот, четверные прыжки юноши начали исполнять где-то в районе 90-х годов. В 92-м году Алексей Урманов благодаря четверному тулупу стал олимпийским чемпионом. Тогда пришел, выиграл его тоже. Тоже был юный. А до этого еще там Йозеф Сабовчик прыгал, чех. Но не на официальных турнирах. А вот Лешка прыгнул и выиграл. Это 92-й год. Это, соответственно, 2002-й, 12-й и сейчас 19-й. Через 25 лет после того, как прыгали прыжок и мальчики, начали прыгать девочки. Это нормально. Это обычный процесс, который был. Так же, как когда мальчики прыгали все тройные. Девочки с тройным тулупом Катарина Витт, которая, кто-то помнит, прыгала, возвращала, прыгала один тройной этот прыжок и становилась двукратной олимпийской чемпионкой. А мальчики прыгали там все тройные. Когда там первые три с половиной. То есть я к тому, что время просто пришло прыгать четверные. Вот и все. Оно логично. Девочки потом догоняли. Потом все время. Ничего в этом такого нет. Другое дело, что, конечно, вопрос очень серьезный в плане возрастной истории. Насколько можно все-таки вот эти соревнования между 15-летней девочкой, когда девочки могут с 15 лет участвовать в соревнованиях, и уже сложившейся девушке. Ну, допустим, 17 лет, когда уже девушка прошла период становления, уже организм поменялся, уже гормональный фон другой, уже физические, физиологические другие признаки, да, они стали больше. И это же все меняет. Наверное, владеет на прыжки, в первую очередь на координационную историю. То есть в 15 лет, когда еще такое, еще все только в зачаточном состоянии, да, прыгать прыжки гораздо, ну, объективно, просто объективно чуть проще, нежели когда ты прошел всю эту историю. Более того, в 14 лет, в 15 лет, как мне кажется, ну, нет такого страха. Вот в 15 лет ты ничего не боишься, а в 17 вдруг тебе становится страшно. Это вот вопрос как раз, наверное, целой лекции к психологии, как это происходит. То ли тебе есть чего терять, да, я вот помню, то есть в 17 есть чего терять, в 15 нечего терять. То есть, а вся история в голове, да, половина сбоев прыжков, ну, допустим, мы же видели, что происходило с Женей Медведьевой, да, она прыгает абсолютно спокойно на разминке, выходит, и все равно какая-то ошибка. Хотя мы знаем, что она прыгала как просто с пулемета, те два чемпионата мира, когда просто вот так отлетала. Что-то там происходит, как, ну, это изменение происходит, да, появляется страх и меняется, немножечко меняется вес. И получается самая страшная вещь, что ты прыгал в 15, в 17 вдруг делаешь все то же самое, выглядишь почти так же, и у тебя не получается. И у ребенка начинается паника. Я же сделал только что это, почему я сейчас это не могу сделать. То есть, это такая прям вот отдельная лекция ко всей этой истории. И, ну, как я переживаю за фигурное катание, мне не нравится, конечно, в этом плане то, что благодаря вот этой ротации каждая 15-летняя девушка выбивает 17-летнюю девушку. И не появляются легенды, ну, легенды спортсмена, потому что спортсмены любят не только за то, что он стал чемпионом мира. Спортсмены любят за то, что он проигрывал, потом вернулся, выигрывал вопреки всему, потом все-все проиграл, потом в последний раз выигрывал. Мы его любим за то, что он вот борется, а мы не успеваем полюбить. И, к сожалению, на эти грабли, в общем-то, на мой взгляд наступила та же, например, спортивная, художественная гимнастика. Да, вот мы, для нас где-то в какой-то момент они все превратились в таких девочков-купальников, которые выскакивают, прыгают и следующие. И мы по-прежнему помним Алину Кабаеву, потому что она очень по-женски еще все делала. Или Светлану Хоркину, которая при этом всем делала. Мы видели девушку, уже такую состоявшую, своим характером, с бойцовскими качествами. И вот хотелось бы, чтобы фигурное катание сюда не пришло, потому что тоже вспоминаю наших чемпионов. Там Иру Слуцкую, да, это уже большой путь преодоления. Там Маша Бутырская. Ну вот, надо какое-то найти здесь решение. Но в этом нельзя ни в коем случае винить тренеров. Тренеры по-прежнему, они должны давать результат. Это вопрос правил соревнований. Ни в коем случае я не говорю, что вот, считаю, ошибочным требованием к тренерам пытаться… Ну вы же понимаете, что сейчас детей вы загоняете, да, такая фраза. Давайте более бережно их вести, чтобы они начинали прыгать очень четверные, чуть позже. Это невозможно для тренера. У него ребенок может прыгать, он не может его сейчас сдерживать. Ни один тренер не может этого сделать, потому что для него это очень важно понимать. Он будет из него доставать максимум, потому что это задача тренера достать из ученика максимум результата. А невозможно. Вот если тренеру скажут, что будет в 16 лет на взрослом, тогда он тактически начнет вести к 16. Скажут, к 17, будет к 17 вести. Скажут, к 15, будет вести к 15. Но вот так самому себя заставить, потому что он же не единственный. Ну, допустим, я себе ответил на вопрос, да, я вот не буду девочку загонять. Я буду тактично. Он смотрит на другой каток, а там вообще прыгают, прыгают. Главное, что родители девочки говорят, а почему мы-то не прыгаем? Он говорит, подождите. А что ждать? Родитель берет и идет на тот каток к соседнему и уводит этого ребенка от тебя. Вот много очень рассуждал, которые рассуждают о неправильности, вот надо по-другому. Нет, у тренера есть прямая задача, и он должен это делать. А вот у тех, кто стратегически думает о развитии фигурного катания в целом, я не говорю о Международном союзе конькобежцев, ИСУ, вот они должны как раз видеть это как глобальную историю. Даже не мы, потому что Россия получает медали. Мы тоже заинтересованы в медалях, и мы не должны инициировать этот вопрос. В общем-то, кошмар, как долго я отвечал за то, сколько рук. Я буду править, я буду быстрее, извините. Продолжая историю тренерства, такой вопрос. Мне кажется, что в этой роли тренер очень схож с педагогом, но в школах сегодня ситуация немножко не такая, о которой рассказываете вы. Вот как тренер, что бы вы посоветовали учителям в вопросе взаимодействия с родителями? Как им работать, и как общаться с родителями, чтобы ты был для ученика своего и для его родителей тренером, а не обслуживающим персоналом? Очень хороший вопрос. Но мы тут делимся с вами, да? Я очень сговорил о тренерах большого результата, да? Там немножко другой подход. Есть еще и действительно такая большая проблема, что в силу того, ну если мы говорим про большой спорт, опять же, я говорю про фигурное катание, родители берут уроки для своего ребенка, покупают тренера нам на два часа за какое-то время, и относятся к тренеру, вот такому тренеру, исключительно где-то как обслуживающему персоналу. Я же вам плачу, давайте отработали, пошли дальше. Это прям большая проблема, потому что там в советское или в мое время у нас был тренер, и мы к нему ходили, то есть такого не было, называется, подкатки в фигурном катании. Это прям такая болезненная история на самом деле. Но если мы говорим про физкультуру и возвращаемся в школу, то здесь, конечно, работа с родителями здесь очень важна, но опять же про подключение, про наставников, ну больше надо говорить, наверное, с детьми. Я думаю, я уже сто раз сказал по поводу собственного примера, говорить, искать, если не идет что-то такое, вот там, не знаю, ну не подтягивается он, ну образно, не додавливать, да, а искать какой-то вариант. Ну давайте будем, посчитаю тебе 50 отжиманий вместо 10 подтягиваний, насколько это можно, да. Давай мы лучше 50 раз отожмемся, я поскалу, что 10 раз подтянулся, ну я плюс-минус поменял, но вот искать такой вариант и больше хвалить. Вот я думаю, что даже родителям очень важно, когда вы говорите, у вас начинается, хотя бы начинать фразу с того, что у вас очень талантливый ребенок, он может все, вот если еще чуть-чуть подтянуть. Если начинаешь фразу, что все дети бегают, только ваш ничего не делает, то родители такого уже включат ребенка, как и я рассказывал здесь. Всегда начинается позитиво, всегда начинается с того, что ваш ребенок самый лучший, и ты, Петя, самый лучший, тебе надо чуть-чуть еще подтянуть. Последний вопрос от подписчика, вы уже упоминали Женю Медведеву, будете ли вы ставить программу для нее на новый сезон? Совсем скоро вы все узнаете. Ну видите, если я уже не говорю нет, значит уже определенный инсайд есть. У вас, вот видите, уже больше сейчас инсайда. Ну это сейчас витает в воздухе, но совсем скоро все станет известно. Но с Женей Медведевой мы работали эти годы, все до заключительного сезона, прошли все победные истории. Начал я работать с ней еще до того, как все узнали ту Женю Медведеву, какая я была. До этого у меня был первый опыт работы с Юлей Липницкой, помните, наверное, девочку в красном. В общем, там стопроцентный оборот головы в конце, сделал всю программу. После этого несколько сезонов Жени Медведевой, очень удачных. Я считаю, что вместе мы должны быть и в моменты побед, и в моменты, когда сложная история. И поддерживать друг друга, я считаю, что это нормально. Здравствуйте, меня зовут Виталий. Я хотел бы спросить вопрос о вашей карьере. Вот в период тренировочной деятельности, какими способами, ну или чем вы восстанавливали способ тренировок? Ну, возможно, какие-то есть наилучшие способы избавиться от лактаты или, ну, какие вообще способы восстановления? Ну, я, когда был так же молод и красив, как ты, для меня отдых существовал в переключении, если честно. То есть, ну, или это сон, в общем-то, сон это хорошая история, дневной сон, когда физические нагрузки, это было нормально. Но, в общем-то, в переключении, то есть просто ты не столько устаешь физически, сколько ты устаешь от монотонности одного и того же действия. Поэтому здесь лучше переключиться, ну, вот я там любил переключиться или на футбол, или на теннис. То есть, позаниматься чем-то другим, то есть, в принципе, ты по-прежнему занимаешься физической нагрузкой, но другой. Другой, потому что в основном усталость наступает не от физической, а от монотона, это просто надоело вот туда ходить. Я переключался и стараюсь переключаться. То есть, если это длительная история, то какое-нибудь путешествие, сменить картинку. То есть, мне все время нужен какой-то новый допинг в виде эмоций, которые я получаю там визуально, грубо говоря. Но можно и в PlayStation поиграть. Сейчас девочки встали и ушли. Здравствуйте. Вот такой вопрос. Как вы считаете, школа фигурного катания лучше в Америке или же в России? Хорошая история. Ну, это две разные школы. И это вообще два разных подхода к фигурному катанию. Мы наследники, в общем-то, все равно советской школы фигурного катания. И мы все-таки привыкли, при всем том, что есть действительно там подкаточные истории, мы привыкли к тому, что вот все отдаем спорту, жизнь подчинена спорту, ребенок в учебу уходит на второй план, есть единственный тренер, и вот мы с ним занимаемся. И тренер становится таким и мамой, и папой, и авторитетом, и всем. В Северной Америке подход несколько другой. Там абсолютная норма к тому, что с тобой тренер занимается, оплаченный родителями, 60 минут, час. Он точно занимается только с тобой. То есть вот если российская наша школа, у нас всегда есть группа, у нас есть тренер, и группа там по качеству детей там, одни с тройными, одни там с двойными. Вот они друг к другу катаются, и тренер делает в течение тренировки замечания. Подзывает одного, говорит там, тебе, тебе, тебе ручку тяни, тебе ножку. А в Северной Америке другая история. 45 минут занимаются только с тобой. Это такой академический час, 45-минутный. И все замечания идут тебе. Потом тренеры отворачиваются и занимаются с другим. А ты или сам докатываешься, или идешь домой. Это прям совсем другой подход. Почему вот мы так, там, Женя Медведева витает. Почему так вот мы много говорили о том, что Женя оказалась в другой ситуации подготовки. То есть, с одной стороны, как бы это кажется, что действительно, когда индивидуально с тобой занимаются, вроде ты такой весь обласканный вниманием тренера, и все хорошо. С другой стороны, когда вокруг тебя соперницы крутятся и прыгают, и прыгают, и у тебя голова идет кругом. Одна прыгнула, а эта не прыгнула. И это эффект вообще группы Этери Тутберицы. Они не останавливаются ни на секунду. Потому что я был много раз на тренировках. Они выбежали и понеслись. Ни в одной группе в России больше такого не происходит. Все там ездят, штаны подтягивают. Они выбежали и понеслись, как угорелые просто. И они боятся, что их подзовет Энер. Значит, сейчас какое-то будет наказание. Должны быть все время безупречны. Такого, конечно, в Северной Америке нет. Какая система лучше дает результат? Ну, мы где-то, мы по-разному катаемся. Да, если мы видим, что все-таки катание североамериканцев на скольжение, оно более свободное. Оно такое более флексабл, они такие скольжения у них лучше. Мы всегда больше заточены на трюк. Мы такие циркачи. Нам надо прыгнуть 4-5, перепрыгать всех. Это было всегда исторически. Когда там Плющенко-Ягудин, четверные, четверные, все, нам надо запрыгать. У нас парное катание. Роднина сделала миллион поддержек, десятикратная чемпионка. Кому что? Я стараюсь всегда играть посередине. Я всегда, когда ставлю программу, мне хочется, чтобы мы катались ближе к североамериканцам. Мне хочется, чтобы мы были свободнее на льду. Мне хочется, чтобы мы вот эту зажатость, как я это называю, совковость, выбивали из себя. Она у нас подкорочная. Но при этом не теряли вот эту эмоцию, которую тоже, да, это исключительно наша, да, когда мы проживаем номер. Когда североамериканцы, они, например, ну где-то формально, они обозначают движение. А мы его делаем с напором. Ну вот две борьбы. Я стараюсь всегда быть посередине. И ребятам всем говорю, в первую очередь убрали все там эти юбочки, жесты, надоманные страдания. Знаете, как у русских всегда болит живот. Вот эти вот. Перестаем доставать вот эту всю боль нечеловеческую. Но при этом сохраняем тот внутренний драматизм, который, конечно, у нас есть. Здравствуйте, Илья. Хотелось бы в первую очередь выразить огромную вам благодарность за такой шанс встретиться с вами лично. И возможность задать вопрос. Это действительно очень здорово. Я безумная фанатка фигурного катания. И при этом сама являюсь мастером спорта по синхронному плаванию. И сейчас тренирую детей в своем виде спорта. И слежу за новостями фигурного катания. И сейчас такая тенденция. У нас довольно-таки схожая специфика в наших видах спорта. Интервью, точнее, не интервью, а статьи Елены Войцеховской. Сейчас прям кипят таким неким негативом в сторону Этери Тутберидзе, которая действительно перевернула, наверное, мир фигурного катания. В сторону того Войцеховская говорит о том, что колоссальная конкуренция и огромное количество детей не выдерживает и конкуренции. Потом пропадают. Неизвестно, какое у них будущее. Потому что дети с самого детства, они, наверное, уделяют не так много времени учебе. И, в принципе, они живут спортом. Так же, как и в синхронном плавании. У нас сумасшедшая конкуренция. Только единицы попадают в сборную. Единицы потом выходят на топовый уровень. И Войцеховская как бы пропагандирует, мне так кажется, такой подход, что ну а смысл вообще начинать и как бы сразу углубляться, если у тебя там мизерный шанс куда-то дальше попасть. А вот бедные дети, как они потом будут жить. И, к сожалению, родители сейчас это очень активно впитывают. И я как тренер сталкиваюсь с такой проблемой, что родители сейчас больше заточены под такое любительские занятия. Ну а что там все равно, какая сборная и так далее. И мне очень сложно мотивировать их на работу, что ребенок с самого детства должен в бассейне, как у вас на катке, проводить большое количество часов. Вот мне бы хотелось услышать от вас, может быть, какой-то совет или, в принципе, ваше мнение на этот счет. И как можно родителей мотивировать и оправдывать, да, вот это посвящение ребенку спорта. Потому что, например, я не стала олимпийской чемпионкой из-за травмы, так же, как часто у фигуристов. Но при этом я не считаю, что моя жизнь как-то не удалась. Я, наоборот, развиваюсь. Я при этом учусь, занимаюсь самообразованием и стараюсь себя реализовывать. И мне бы хотелось услышать мнение эксперта вот как раз по этому вопросу. Спасибо. Спасибо большое, во-первых, за добрые слова. Во-вторых, вы очень хорошо говорите, что можно еще и на телевидении про вас. Если что, в-третьих, действительно очень дружен я, ну, в первую очередь, с Машей Киселевой. И мне понятна история синхронного плавания. Давайте так попробую. Вы так красиво все спросили. Сами, кстати, ответили на многие вопросы. Я только так чуть-чуть констатирую. Если, давайте про Лену Войцеховскую начнем. Значит, во-первых, Лена Войцеховская, это, конечно, один из топовых журналистов в нашей стране. Это ни в коем случае нельзя забывать. Потому что сейчас, конечно, есть вот эта волна, которая поднимается за счет болельщиков двух группировок, так называемых, которые слишком реальны, на мой взгляд, и иногда не очень профессионально кидаются на людей. Я даже сам в какой-то момент тут стал один раз жертвой после моего выступления. Притом, мне кажется, я вообще просто один из немногих, кто чуть-чуть сказал правду. И на меня, знаете, какая-то пчелиная, у меня такая ассоциация была, такие пчелы, они летают. Просто они на один день налетели на мой инстаграм, у меня было что-то, там, не знаю, 700 каких-то, ну, для меня большое количество. Просто я как ужален, я вертелся, как уж на сковородке, предатель, перевертыш, там, я не знаю, чего я только там про себя не начитался. И потом они так, я вроде не стал реагировать, сначала хотел каждому, наверное, невозможно на этот рой отвечать. Он так сам с собой успокоился и полетел на Лену Войцеховскую. И, в общем, к этому рою надо так относиться. Я знаю, что сейчас опять на меня полетит этот рой, но я прям открываю страницу, попишите два дня и успокойтесь. Есть базовая история. Я считаю, что Лена заблуждается только в одном. И мы с ней это не раз проговаривали. И я, кстати, здесь в разговоре это говорил. Она взяла за точку опоры и вот этой проблемы. А проблема существует, я же ее, в общем-то, затронул здесь. Виновный, чуть ли не виновный в этом, сделана как раз эта теория Тутберидца, который, конечно, ни в коем мере в этом не виновен. Тренер, как я и говорю, должен, если мы говорим про большой спорт, а вы спросили больше, там, про результат, мотивирован на результат. И он играет в тех правилах, которые ему позволили. Ну как, если в футболе вот есть такое, так поле разграниченное, то глупо говорить тренеру, что давайте будем бегать только по центру поля, а не по всей площадке. Ну как это может быть? Конечно, Браво Этерия и ее команде, она максимально использует те правила, которые позволяют готовить юных фигуристок и выпускать их к 15 годам. И она умница, и она нам дала прорыв. Это не надо путать. И против нее, конечно, не может быть истории никакой, ни в коем случае. И она не может быть виновата, не может быть в этом ответ. Но это проблема, и проблема не Этерии, проблема развития фигурного катания. Это проблема Международного союза конькобежцев, который не может набрать в себе смелости и перенять эту историю. Потому что они придумали всю эту историю под американцев. И в начале они играли и били нас. Когда Тара Липински, 14-летняя девочка, при мне в ногами, там, ну, 15 лет ей было, выиграла. И все были счастливы, и как здорово они получали на этом дивиденд. И когда Сара Хьюз, которая на один год так же выстрелилась. Помните, это те же самые истории, ничего там тоже Липински. На один год, посмотрите, как она сейчас выглядит. Вот таких размеров девушка. Сара Хьюз, вот таких размеров девушка. На один сезон. И они нас вот так вот этим щелкали, и они приняли эти правила. А теперь мы их бьем их оружием. Но они все ждут, что у них сейчас опять появятся свои 14-летние девочки. Они не меняют правила. Это игра взрослых людей, которые не могут просто набраться смелости и играть по правилам. Вот и все. Но мы абсолютно здесь правы. Я вспоминаю Тару Липински, я его никогда не забуду. Она откаталась и пошла прыгать в резиночку. Вот она идет и прыгает. Ну, просто там соперницы катаются. Знаете, как мы прыгали, двое натянули резиночку, она прыгает. И к ней бегут. Тара, ты выиграла! Я просто лад был. Да? А, ну сейчас я допрыгаю. Она дальше продолжает прыгать. Она даже не понимает, что она стала олимпийской чемпионкой. Ну, потому что у нее нет этого сознания. Она прыгала, она честно отпрыгала, прыгала, 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 дальше пошла. Пойду на награждение. Это не осознанная медаль. Это, опять же, ну это как отвлечение, что происходит в голове. Теперь про мотивацию. Мотивация, конечно, в вашем виде спорта тоже достаточно сложная. Потому что у вас очень авторитарная линия. У вас есть главная, куда надо попасть в команду. Там все в одной истории, чего я тоже очень боюсь, что у нас произойдет. Да? И, конечно, сразу такой блок. Нет нескольких полюсов развития. Да? Ну, понимаем, о чем мы говорим. Поэтому тренер понимает, поэтому как бы туда не пробиться, а здесь давайте для здоровья. Вот это тут вам надо просто очень там сильно помогать. Но в вашем виде спорта, там, та же Маша Хиселева, Давыдова, там, пытаются делать некое шоу, что является неким продолжением. Главная мотивация, конечно, это все равно остается, что вы получите дивиденды финансовые, известность, популярность и возможность турниров, может быть, организации больше турниров организовывать. И, как вы правильно говорите, больше говорить о том, что те люди, и рассказывать, может быть, о тех судьбах людей, что они, на самом деле, ничего, они не сломаны. Они все равно закалились, научились проигрывать. Ну, вот меня также очень часто ругали за проект «Ледниковый период дети», особенно в том году. Вот вы детей, вы доводите их до слез, как можно ребенка при всех выгнать из проекта, сказать, уходи. В общем, это такая травма, он после этого перестанет работать. Если такая для него травма, то, значит, ты хорошо, мы спасли его, ему не надо тратить время на этот спорт. Моя цель была показать, что это так, хоть чуть-чуть посмотреть, ну, чуть-чуть приоткрыть, как это, да, это слезы. Дети соревнутся каждую неделю, они привыкли соревноваться, и они должны будут находиться в состоянии вот этой ротации. Ничего там страшного нет, и судьбы их не ломаются, а закаляются. Потому что 80% тех, кто рыдал и говорил, что никогда не пришли на кастинг... Да, и кто-то прошел дальше. Так что мы должны рассказывать, что судьбы целы, вести всех за собой. Вот так, наверное. Да, там еще была одна рука дальняя. Девушка кто-то, да? Была или все? Раз. 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 Ну, сейчас, ну, вопрос. Здравствуйте, Илья Изуславович. Хотели ли вы когда-то вообще стать тренером? И как вы считаете, синхронное фигурное катание войдет в олимпийскую семью? И будете ли вы когда-то работать еще с синхронным фигурным катанием? Вы ставили уже нам программу, и будете вообще еще работать с какими-то командами? Синхронное, да, катание? Я очень люблю синхронницы. Звучит двусмысленно. И задумался, да? И пропал, начал считать, сколько их, 16 человек. Нет, работа с девчонками – большое удовольствие. Я работал с юниорской командой. Я думаю, что сложно будет синхронному катанию стать олимпийским. Просто из-за материальной истории. Потому что даже привезти 10 команд на соревнования – это как минимум 160 только человек-участниц. Плюс еще человек 10. Это лишних 200 человек. Для лишних, к сожалению, как звучит, для вообще всей этой истории олимпийской, они действительно не готовы, мне кажется, к этой истории. Хотя зря. Потому что синхронное катание развивается очень интересно. И я вот был свидетелем соревнований на универсиате. И вообще команды прям удивительно, что они творят. Поэтому пожелаю удачи. Это, конечно, бы толкнуло синхронно. Но я боюсь, что в силу того, что уже приняли командное фигурное катание, уже будет сложно. А еще вопрос был? А, был тренером. Все, понял. Нет, наверное, я… Ну, то есть я, может быть, и стал тренером, но здесь я, конечно, себя… Мне повезло. Я очень люблю получать результат как можно быстрее. Я с огромным уложением отношусь к тренеру. Правда, это не пустые слова. Но вот я счастлив, что мне не пришлось стать тренером, потому что тренерская работа, она очень, ну, кропотлива, да. Она требует ежедневного вот такого прихода, повторения практически одних и тех же замечаний, одной и той же дороги. И самое обидное, что она отчасти очень неблагодарна, потому что в какой-то момент тебе приносят букетик цветов и коровочку конфет, и говорят, ну, мы пошли. А может, и не приносят, да. А ты, ну, не знаю, гробил на результат лет пять, да, потому что вот к тебе пришел ребенок там, ну, там, в десяти лет, ну, уже более-менее там, и чтобы он там какой-то дал результат, нужно хотя бы лет восемь на него потратить. А он в шестнадцать взял и ушел к другому тренеру. Ну, это прям грустно, а у меня его прям прекрасно. Я сделал номер, раз его обсудили, ох, талантливый. Поэтому я не могу от этого отказаться и надеюсь, что мне не придется тренировать, потому что, ну, и я по характеру, конечно, не такой усидчивый, и это все-таки должна быть другая структура мышления, вот, другие амбиции, другое настроение. В каком и шоу? Так сложно сказать, но вообще у меня всегда, базово, всегда я на свои проекты брал, строились они на большом количестве именно топовых спортсменов. Ну, вот если брать последний, вот сейчас Галый вечер, который был в Москве, первого числа мы будем по телевизору показывать, ну, можно посчитать, сколько там выступало. Там выступал Алексей Ягодин, олимпийский чемпион, Навка Костомаров, олимпийские чемпионы, Волосожар Траньков, олимпийские чемпионы, Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка, Катя Гордеева, двукратная олимпийская чемпионка. Ну, это только чемпионы, да, уже совсем. Чемпион мира, чемпион Европы. Да, плюс, конечно, Довлина Шабалин, чемпион мира, Петрова Тихонов, чемпион мира. Илья, скажите, а вот с олимпийскими чемпионами, ну, и действительно, спортсмены высокой квалификации, сложнее ставить постановки или проще? Нет, постановки, конечно, ставить одно удовольствие. Люди владеют всем, ответственность, конечно, большая, потому что важно. Но здесь я, опять же, плюю немножко в свой колодец, если мы говорим про постановки действующим спортсменам, почему плюю, потому что я много делал, работал с действующими спортсменами, то та программа, которую ты ставишь, она на 99% зависит от того, как он ее исполнил. Если человек чисто откатался и все прыгнул, то любая программа, даже два притопа и три прихлопа, будет смотреться на ура и все будут говорить, боже, какая изысканная программа. Если какую-то ты что там не поставил, и человек лег с двух элементов, то вдруг она катается по-другому, во-вторых, любая программа перестает смотреться. Одним свидетельством того, можно сказать, что Алина Загитова выиграла Олимпийские игры с программой, которую она сделала вообще для юниорского чемпионата мира. Она просто оставила эту же программу для юниоров на взрослый турнир и выиграла вообще вот так Олимпийские игры, потому что она блестяще исполнила все прыжки во второй половине программы. И все говорили, как здорово, а программа вообще делать для юниорского чемпионата мира. И каталась второй год подряд. Поэтому работать с чемпионами одно большое удовольствие, ответственность колоссальная. Но сложнее, конечно, когда они в единой труппе, и у меня действительно опыт 15 лет. Я много работаю с одним и тем же коллективом. Это держать чемпионов в одном как-то, это все-таки море амбициозных людей, людей, которые каждый видит себя в искусстве больше, чем искусство в себе. Это сложно. Спасибо. Да. Это опять от наших ребят, которые сейчас смотрят все в прямом эфире, и поэтому задают вопросы. У нас есть один фанат, Женя Медведева, и он спрашивает, есть ли вероятность, что в этом сезоне Женя прыгнет в четверной прыжок? Вероятно, всегда есть, конечно. Но это было бы глупо сейчас сказать, что я, кто я такой, чтобы ставить, там, не знаю, какие-то вещи. Я знаю точно, мы общаемся много с Женей. Я знаю, что это не просто слова для прессы, она реально хочет выучить четвертый. Ну, она готова, она морально готовится к тому, чтобы сделать. Она об этом говорит уже, ну, внутри себя очень много. То есть, единственное, что я могу сказать, что это не, там, пиар-заявление, да, как, там, не знаю, я возвращаюсь. Я не возвращаюсь. Мы таких пиар-заявлений много слышали, да. А это не пиарное заявление, оно реально хочет внутри себя, и, ну, сложно сказать. Конечно, это очень сложная затея, потому что не так сложно, ну, не, я, который человек, больше двух оборотов не прыгал, рассуждая про четыре, это сложно, да. Просто еще есть такая история, что можно выучить этот несчастный четверной уже, прыгнуть его, и больше ничего не прыгнуть, понимаете, тут какая история происходит, потому что он требует, ну, такой концентрации. И вот нужен ли этот четверной, тут вопрос более такой политический, или лучше получить, там, более сложные каскады, да, допустим, и добирать эти баллы каскадами, ну, например, каскад прыгать не с тулупом, а с Риттбергером, к примеру, да, вот Женя же выучила с Альфа Фриттбергер тройное, ну, поправить лут, да, чтобы он был с чистого ребра. Ну, я считаю, что лучше гнаться, может быть, за более такими земными историями, и, да, и добирать контентом, потому что Женя, конечно, стала кататься гораздо глубже, о проникновении, взрослее, и катание ее так завораживает, и добирать элементы, нежели там положить все на этот четверной, тем более, что правила фигурного катания сейчас таковы, что ошибка может перечеркнуть гораздо больше, нежели риск. Вот это, конечно, я считаю, тоже не совсем верно, потому что за риск нет никаких надбавок. То есть ты, ну, если выехал, да, получишь, но если ты упал, то лучше прыгать тройные, чем пытайся прыгнуть четверг. Это ошибка, на самом деле. Я считаю, что нужно тонизировать, но это, опять же, борьба против российской акробатики, как я говорил, чтобы люди больше делали акцент на катание и не гнались только за элементами ультра-сити. То есть у всех своя правда. Но выучить, если отвечать в сухом остатке, может ли? Конечно, может. Чего, 19-то лет, 20 лет, молодая девчонка, и тренер у нее, ну, топ-топ, да, уж точно, Байтана, у которого тренируется такая плеяда фантастических фигуристов, которые прыгают уже все четверные, ну, мальчики, я говорю, конечно, может ей помочь понять, как крутить этот прыжок. Стоит ли потратить на это силы или все-таки бросить его на другую, это уже вопрос, наверное, опять не ко мне, а к ее наставнику. Спасибо. Еще один вопрос. В чем, по вашему мнению, причина ухода Юлии Лепницкой? Ухода Юлии Лепницкой? Так, ну, Юлию было достаточно сложно. Юлия была такая, понимаете, она была такая первая ласточка, в общем-то, в группе Этери Тутберидзе. И Этери еще тоже уже, допустим, работая с Женей Медведевой, она уже все равно немножко по-другому работала. И Женя уже прошла не только один сезон, а уже и второй, и третий, и так далее, да. Здесь еще и Этери набиралась такого опыта, да, вести. И Юлия оказалась, ну, просто психологически, на мой взгляд, не готова к тому, к той нагрузке, к той, ну, и вот этой славе, которая свалилась. Я не говорю, что она зазналась, и она там перестала работать. Но она, конечно, попала вот под все жернова вот этого переходного возраста, губертата, когда тело перестало тебя слушаться. И в силу того, что у нее все-таки на тот момент не было такого запаса технического и исполнения прыжков, у нее все-таки были прыжки достаточно на небольшой высоте, и все это, если сравнить, допустим, с Лизой Туктамышевой, да, которая летит на пол катка прыжок. И когда еще это все с весом, и все это навалилось, и страх вот этого нового сезона, что теперь от тебя все ждут, и уже, в общем-то, Женя Медведева, которая на соседе, как потом Женя Медведева, так же Алина Загитова, да, начинает накручивать круги и приходит в безумную форму, все это, конечно, ну, сломило Юлю, ну как сломило, просто, ну как-то вот она вот начала метаться, 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 и не получилось. Илья, еще один вопрос. Да. Вас там уже растерзали. Мне не оттерзали, но вы тоже вас немножко потерзали. Ну, 50 минут еще. Я быстро, да. Вот у Рудольфа Максимовича Загайнова была такая шикарная книжка «Поражение» называлась, да, и он всегда все свои поражения вот рефлексировал для того, чтобы со своими подопечными следующими использовать как точки роста, да. Вот, может быть, поделитесь какими-то своими такими поражениями, которые вот убивали, и теми поражениями, которыми для вас становились таким новым трамплином в проектах или в спорте. ой, вопрос очень правильный, что-то я поражения не помню. Такой самокритичный чувак. Поражение, поражение. Не то, что я просто хочу как бы с историей, с моментом. Ну, то, что любое поражение дает объективно очень много для дальнейшей победы, это, конечно, неоспоримый факт. Это очень сложно объяснить человеку, когда он проигрывает, что это правильно, это хорошо, это тебе поможет, потому что в этот момент мир рухнул. Но вот если говорить о поражениях, наверное, нет. Наверное, такая была история, когда мы в своей карьере в танцах на льду соревновались с Ирой, я сейчас немножко сумбурно, танцы на льду вообще всегда были с советских времен у нас таким видом спорта, именно где мы были абсолютными хедлайнерами. У нас со времен мы выигрывали, когда Пахомова-Горшков, только Турвилдин, которые прервали вот эту гегемонию, Бессимьянова-Букин, Климова-Пономаренко, Усова-Жулин, Грищук-Платов. В общем, мы абсолютные хедлайнеры. И так получилось, что Грищук-Платов завершили карьеру, у Анжелы Крыловой произошла травма спины, Анжела Крылову с Олегом Овсяниковым катались. И мы с Ириной стали первым номером команды. Нет, я, конечно, радовался этому, если честно. Я и Анжеле говорю сейчас. Но мы были первой парой, которая советско-российская в танцах на льду за 25 лет, которая не попала в тройку. То есть мы были четвертой. Это в тот момент рассматривалось как просто вот все. В прессе все писали, что все. Мы похоронили танцы, вот именно Лобачева-Авербух, этот ужас, который потерялся, потеряла медаль. И это продолжалось не единым поражением, продолжалось весь сезон. И мы меняли программу, мы соревновались, мы что-то искали. Мы все время были там четвертой, так как в стенку в эту. И когда ты чувствуешь, что ты вдруг какой-то позор в России, вот ты просто ходишь, не ты там отвалялся, но и бог с тобой. Ты вот чувствуешь, что ты всю историю танцев похоронил. Понимаете, вот кажется, что мы смеемся, но человек, когда он на себя это все принял, он действительно так думает. Ну, я искренне считал, я сам проиграл, бог с ним. Но ведь обидно, что на мне прервалась эта возможность попадания. После этого уже сейчас никого не удивляет, когда наши танцоры там снимают 10-е, 12-е, 20-е. Но вот в тот момент первая российская пара не попала в тройку. Все. И это была такая тяжелая психологическая история. Мы в этот сезон приняли решение, ну, как любой спортсмен принимает решение, кто виноват. Не спортсмен же виноват, виноват тренер. Мы принимаем решение принести букетик цветов и коробочку конфет тренеру Наталье Леничук. И, в общем-то, приносим этот букетик цветов и коробочку конфет. Ну, такая, кстати, куларная история, это же определенный эксклюзив. Естественно, что мы не просто приносили коробочку конфет, мы уже теоретически поговорили с тем, с кем мы будем работать дальше. Этим наставником была Татьяна Тарасова. Мы договорились, что мы переедем работать к Татьяне Анатольевне. Мы пришли к Наталье Владимировне, Леничук, цветы, там, в общем, спасибо за все, мы виноваты, но у нас единственный шанс, у нас осталось, мы должны. В общем, все слова сказали. Единственное, что она выдержала, ну, вот совсем не послала нас окончательно. Ну, в общем, двери закрылись, никакого там любви не было, все. Предатели, бог вам судья, никогда в жизни больше не хочу слышать ваши имена. И мы переехали в Россию, вернулись в Россию, это был летний период, как всегда проходят все переходы. Дальше я звонил достаточно долго Татьяне Анатольевне, она говорила, сейчас подожди, Илюш, сейчас вот тут, потому что она тоже тренировалась в Америке. Ну, и где-то к середине августа Татьяна Анатольевна сказала, а это август, это вообще самая подготовка была, уже все, мы все сидели ждали. Сказала, что, к сожалению, но по объективным причинам, естественно, она умеет убеждать. В общем, не судьба. У меня тут итальянцы появились, канадцы. Как раз вот, в общем, в общем, ребят, я вам тоже желаю удачи. И три дня я ходил из угла в угол, потому что, в общем-то, на бестыне вообще невозможно, и как-то надо было. Потом на третий день я позвонил Наталью Владимирович обратно сказал, да, я такой, давайте мы придем. Вы скажете один раз все, что вы думаете про нас. И единственная у меня просьба, чтобы я на каждой тренировке не слышал, что вы вообще никому больше не нужны. Поэтому сидите. Я говорю, вот этим не можете меня не добывать. Один раз скажите мне все, что вы думаете про нас. Она просто запросила, вы приезжаете. одно слово. Ну, в общем, мы прилетели. Ну, это, знаете, как вот эмоции после ссоры, да. Ну, вот, я думаю, все ругались своими любимыми, там, да, а потом какая-то эмоциональное примирение. Ну, это мы такие, после такой длинной ссор, эмоциональное примирение. Мы буквально там в четыре дня сделали программу. То есть мы, конечно, друг другу все высказали. Ну, то есть высказала она нам. Мы со всем согласились. Но вот эта вот зажатость в ситуации, когда ты приезжаешь к стенке, когда уже август месяц, когда все уже сделали программу, когда все уже здесь, когда ты чувствуешь и вину перед тренером, что ты вот такой и сикой. И она чувствует, что все равно хочу всем доказать. И мы поняли, что, в общем-то, наши два главных соперника, как раз канадский дуэт, Шелленборн, Виктор Краци, Фузарполе, Маргалео, как раз пришли к Татьяне Анатольевне. она все это время принимала решения. Мы уже давно с ней это проговорили. Вы знаете, что мы любим друг друга с ней очень. Работа вместе. Пришли туда, и вот эта вот мотивация на докажу, она в итоге сработала. И этот сезон стал для нас такой переломный. Я проявил какой-то мужской образ. В первый раз отрастил себе какую-то растительность на лице. Там все перестал бриться. Такой стал брутал. И это дало свои плоды. Мы сделали очень хорошую программу вот на таком вот кураже. Это была программа Баха. Это классическая музыка. Она на нас легла. И вот это была та мотивация. И в итоге сначала в Канаде мы заняли третье место, обошли канадцев на Олимпиаде и на следующий год как раз были вторые. Канадцы стали третьи, итальянцы были четвертые. Для меня это было самое важное, даже важнее, что я проиграл бывшей своей партнершей Марины Анисиной, что именно те две пары, которые выбрала Татьяна Анатольевна, их мы обошли. То есть я себя успокоил, нашел и пошел довольный даже не олимпийским чемпионом. То есть это к тому, что всегда можно подстелить себе подушку. Вот видите, на какую вы меня вытянули история. Сейчас я там чувствую, дзен начинается. Ай, рбух. Я вспомнил Тараса. Здравствуйте. Я недавно приехал из Сириуса и там курировал фигурное катание. Вот я хотел вас спросить, а как вы относитесь вообще к Сириусу и к развитию именно там детского спорта? И сотрудничаете ли вы с ними? Бываете, показываете мастер-классы? Ну, Сириус – это прекрасная идея. Но это все-таки история такая, не про большой спорт, мне кажется. Это все-таки такая, но это такое элитарное, можно сказать, такое, ну, не элитарное, правильное слово. Но это очень-очень клевая история. Смотрю, и не раз там был с ребятами, разговаривал, и мастер-классы, и мы их всегда приглашаем на все шоу, потому что в Сочи я работаю весь летний период, и мы очень дружим с Сириусом, и очень хотелось бы просто, чтобы вот такие лагеря, подобные Сириусу, как можно больше их было в России, и это все развивалось. Потому что, конечно, это очень правильная история, я знаю, там, Нина Мозруча много делает для того, чтобы это все развивалось. Но это как раз история не про большой спорт, а именно про то, про любовь к спорту. И, конечно, такие хедлайнерские лагеря тоже очень нужны, потому что все равно мы должны к чему-то стремиться и на что-то опираться, как на самый хороший пример. Вот Сириус, конечно, там везде плюсики можно ставить в любой позиции. Илья, и мы завершаем как бы нашу встречу, вопросы, возможно, еще, может быть, вот, ребят, вопросы. Но такой вопрос. По, опять же, возвращаемся, с чего мы начали, урок физической культуры. Как вы думаете, возможно ли, может быть, в ближайшее будущее, может быть, в ближайшие пять лет, появится ли в общеобразовательной школе третий урок физической культуры, фигурное катание? Как предметы сейчас, вот, например, самбо, гольф, мини-гольф и так далее, которые идут третьим уроком. Возможно ли, что фигурное катание будет третьим уроком? Вы знаете, вот сейчас такой смешок пробежал, да, и, в принципе, наверное, отчасти он логичный, потому что, ну, тут сядет здесь Маша Киселева, спросит, а давайте третий урок, синхронное плавание, сядет Хоркин, давайте гимнастику с него ведем. Но, на самом деле, эта идея действительно витала, и более того, мы были очень близки к продвижению этой истории, потому что Ольга Юрьевна Голодец, когда она работала в московском правительстве, приглашала меня в правительство и говорила, что вот возможно ли такую историю, более того, мы были очень близки к реализации. Я встречался с... Была идея провести сначала очень большие семинары с учителями физкультуры, разработать вот эту базовую подготовку, ну, только урок, конечно, был не только фигурного катания, мальчишки в хоккей, если хотят девчонки на коньках, чтобы базово научиться там цапельки, фонарики, умение упасть, да, чтобы там какая-то безопасность, ласточки. Но для этого хотели как раз научить, ну, это моя была идея, научить именно педагогов кататься сначала базовую вас научиться кататься, ну, да, на коньках, допустим, да, и каким-то базовым движением, а потом уже это все было. Я думаю, что, кстати, это, на самом деле, очень неплохая идея, но она, конечно, требует огромной проработки, потому что коньки, это все-таки не очень безопасно, и дети, они любят там дурачиться, играться, там кто-то кому-то на палец наедет, еще что-то. То есть всегда как бы сначала все хорошо, а потом, когда начинаешь это разрабатывать, это получается, как говорил Виктор Черномарин. Да, получается, хотели как лучше, получилось как всегда. И в завершение мы бы хотели поблагодарить вас за нашу встречу, а от лица нашего Московского городского педагогического университета вручить вам подарок. Спасибо. Спасибо большое. Мы надеемся, что наши встречи будут еще, и мы увидим практический урок физической культуры от Илья Авербуха. И сейчас как бы мы... Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров